Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вторник, поэтому обсуждаем график Ethereum. Вчера мы обсуждали график биткоина, сегодня обсуждаем график Ethereum. Текущая цена 1223 доллара и 52 цента. Месячный таймфрейм, хорошо знакомый нам график. Знаем, что сильное снижение началось в конце прошлого года, точнее в конце ноября, в начале декабря. Здесь было падение, маленькие отскоки или консолидация, медвежье поглощение, которое произошло в марте-апреле. И после этого возобновило снижение. У нас здесь три медвежьи свечи, у которых опускаются максимумы, также и минимумы. То есть это медвежий сигнал. Конечно, до конца месяца, еще примерно 3-3,5 дня, эта свеча месячная может поменяться. Но если она останется в этом виде, она подтверждает вот это медвежье давление. Потому что это медвежья свеча, максимум ниже предыдущих, минимум ниже предыдущих. Это на месячном таймфрейме. Недельный таймфрейм. Итак, вот она практически вершина, которая сформировалась в конце ноября. То же самое и на графике биткоина примерно. Снижение. Здесь был отскок весной. И, конечно, в конце марта, начале апреля возобновилось снижение. Здесь нарисовалась череда из медвежьих свечей, у которых в основном опускаются и максимумы, и минимумы. Но, как и на графике биткоина, то, что мы видели вчера, на прошлой неделе сформировалась маленькая нейтральная свеча. Да, она имеет здесь бычье тело, но, как и на графике биткоина, она находится в пределах тела предыдущей свечи. Точнее, в нижней части тела предыдущей свечи. Максимум ниже предыдущего, но минимум выше предыдущего. То есть, это говорит о том, что здесь начинается некая стабилизация, некая пауза, цена начинает получать некую поддержку. И все это происходит на фоне того, что во время предыдущего бычьего рынка примерно здесь была предыдущая вершина или исторический максимум, который нарисовался в конце 2017-го, начало 2018-го года. То же самое, то, что мы видели на графике биткоина, то есть, в этой зоне уже начинает появляться поддержка. Сработает ли эта поддержка значительно? Трудно гадать. Я просто хочу ее отметить. Конечно, любой инвестор, трейдер хорошо ее знает, видит. Так что, вряд ли я озвучиваю новую информацию, но просто хотел ее упомянуть. Потому что на фоне медвежьих сигналов, с точки зрения технического и свечного анализа, это потенциальная, практически такая, значимая зона поддержки. Итак, переходим на дневной таймфрейм. Что у нас здесь есть? Три скользящие средние идут вниз, цена находится ниже. Первая 30-дневная или месячная, вторая 90-дневная или трехмесячная или квартальная, и зеленая это годовая. Трехсот шестидесятидневная на дневном таймфрейме. У нас медвежье распределение скользящих средней, здесь 30-дневная, в середине 90-дневная, затем годовая. Цена ниже, то есть это медвежий сигнал. Конечно, учитывая, что здесь предыдущая вершина, вот она практически, предыдущего практически роста, здесь цена может найти поддержку, может произойти отскок, может все произойти теоретически, может начаться некий сильный рост. Я просто хочу упомянуть вот эту вершину, но на данный момент с точки зрения технического анализа, который я применяю, нет яркого бычьего сигнала. То есть у нас в основном медвежьи сигналы. Но это не значит, что от этой вершины рынок не может развернуться и пойти вверх. Поэтому я хочу эту вершину показать. Четырехчасовой таймфрейм. Итак, у нас здесь было снижение, рост, пробой. Мы это обсуждали, видели. Давайте я даже здесь это оставлю на четырехчасовом таймфрейме. То есть здесь произошел пробой, цена пошла вниз и с того момента идет снижение. Падающие вершины, падающие минимумы. Если перейти к линейному графику, хочу показать, что если через эти вершины условно нарисовать некую линию, я в качестве первого такого потенциального бычьего сигнала, или точнее сигнала, указывающего на более вероятный отскок, это только если цена сломает вот эту линию, то есть условно это сопротивление здесь по этим вершинам. Если цена отсюда пройдет и начнет рисовать зигзаг вверх, вот как здесь, вот тогда я буду смотреть по бычьему, пока этот зигзаг сохраняется. Но на данный момент нет бычьих сигналов, единственное, если произойдет отскок от предыдущей вершины, то это будет единственным таким теоретически возможным на данный момент, согласно моему техническому анализу, сигналу на отскок. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь, конечно, вашим взглядом по графику эфириум в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотр.